Алан, здравствуйте. Добрый день. Скажем откровенно, это наша не первая встреча. Сегодня поговорим об актуальном, наболевшем, и беседа будет с вами как с политологом. И первый вопрос, конечно, волнует всех россиян, в том числе и жителей нашей республики, пенсионная реформа. Пишет Медуза, на Ильинке около ста активистов от движения Суть Времени доставили коробки с подписями, подписавшиеся требуют отмены пенсионной реформы и даже сформировать правительство народного доверия, а старый кабинет министров отправить в отставку. Ваш прогноз? Ну во втором чтении уже приняли, одобрили. Сегодня было голосование, единогласно одобрили. Причем и КПРФ, и Справедливая Россия, и ЛДПР, все проголосовали как бы за пенсионную реформу. Это стоит число, собственно, сегодня. Да. То есть они за это все дело проголосовали, и можно сказать, что пенсионная реформа будет одобрена. Почему Суть Времени начала сбор подписей? Потому что лидер движения Сергей Кургинян считает, что это придет к социальному взрыву. То есть в перспективе года-двух это придет к социальному взрыву. Это раз. Во-вторых, экономических предпосылок для этого совершенно нету никаких. Почему он об этом говорит? Потому что, получается, есть некие сдержки, пенсионеры, на них нужны деньги. И пенсионная реформа предполагает, что этот груз в экономическом плане будет возложен на население. А Сергей Ирвандович считает, что он должен быть возложен на элиту. То есть та, которая эксплуатирует недра, вывозит деньги за рубеж и все прочее делает. Что просто элементарно вернув деньги и запретив вывоз капиталов, уже можно покрыть все расходы, связанные с пенсионной реформой. Но это не делается. То есть лидер государства между народом элитой выбрал элиту в данном случае. Соответственно, все издержки, все бремя вот это возложил на плечи и без того небогатого населения. Сергей Ирвандович считает, что это политически, так скажем, ошибка была некая политическая, которая придет к очень печальным последствиям. И поэтому движение «Суть времени» приняло все законные методы противодействия этому явлению. Миллион подписей нужно для инициирования процедуры референдума. То есть сказали так, давайте вынесем этот вопрос на референдум по поводу пенсионной реформы. Пусть народ выскажет свое мнение. Посмотрим, как отреагирует власть, но по всей видимости, если закон уже будет принят, то, конечно, никого референдума не будет. Но миллион подписей живых, там больше миллиона, практически миллион сто тысяч было собрано по всей России. Был разыгран некий такой сценарий, принимали эту реформу. Мы долго это в народе обсуждали, на митинги выходили, собирали подписи. Не напоминает ли вам тоже это, вот какой-то сценарий? Было понятно, что потом выступит президент, какое-то послабление он сделает? Конечно, конечно, такое ощущение было. Не то, что было, эксперты об этом и говорили, что будет как бы самый плохой вариант пенсионной реформы, потом президент его немножко смягчит. Пилюлю смягчит, да? Пилюлю смягчит, но пилюля все равно будет горькой. И принципиально было важно, между кем выберет глава государства. То есть народ оказал ему колоссальную поддержку на последних выборах, да? То есть сказал, мы там, Владимир Владимирович, с тобой. И, соответственно, ожидал ответной реакции. А после выборов сразу начались эти непопулярные реформы. У нас есть народные избранники. Как вы думаете, Алан, почему даже они, понимая и зная мнение народа, ставили свои подписи там, где было понятно, что реформа будет не в пользу? Ну, там вообще их решение, их мнение не больше нашего имеет значение, да? Даже наших депутатов. Потому что там есть генеральная линия партии, да? То есть партия 1-й России принимает некое решение, а депутаты просто технически нажимают на кнопки. Они не имеют права идти поперек вот этой генеральной линии, да? То есть если там кто-то пошел, там пара депутатов уже вышли из фракции, да? Там вот на Поклонскую сейчас идет травля. Потому что они попытались что-то хотя бы возразить против генеральной линии. У нас выстроена довольно-таки такая жесткая вертикаль власти. И вот когда вы говорите, что они наши избранники, это же тоже довольно условно. Это большая разница. Когда депутат понимает, что его на самом деле выбрали люди, и эти люди имеют процедуру отзыва этого депутата, да? Которого сейчас нет в законе. То есть тогда он понимает, что он должен предоставлять интересы этих людей. Когда он понимает, что избрание его зависит не от населения, а от того, как вот он решит вопрос там в администрации президента или там как-то, скажем так, решит вопрос, да? С элитой вправящей, да? И там его назначат депутатом фактически, просто сделав, как бы, выборы так, как они происходят у нас. Ну, мы же все знаем, да? Чего лукавить-то? И поэтому они, естественно, понимают, что они зависят не от народа, а от тех, кто их назначил депутатами. Вот и все. И, соответственно, проводят жизнь эту политику. То есть в бюллетене подпись Жанны Хубыловой, в принципе, ничего не решает для него? Ну, по большому счету, ну, конечно же. Понимаете, еще Марк Твен сказал, если бы выборы что-то бы решали, вас бы к ним не допустили. Это точно. Ну, посмотрим, как с реформой будут события разворачиваться. Ну, а события будут разворачиваться простым образом. Они же сейчас очень хитро сделали. Сначала всему населению, да, тут повышали пенсионный возраст, а силовикам нет. И как бы предполагается, что начнутся возмущения, силовики должны силовым образом подавлять. Там Росгвардия и другие силовые структуры. Но вменяемые силовики, с которыми мне приходилось общаться, они же понимают, что да, сейчас это сделали такое, как бы со всем остальным населением, да, в том числе и с его родственниками. Но пройдет 2-3-4-5 лет, и то же самое сделают силовикам. Их тоже не оставят. Их тоже государство не собирается содержать. По крайней мере, вот этот средний ниш и состав. И они тоже это понимают. Я думаю, когда до них тоже дойдет, то туда начнутся самые интересные процессы. Алан, опять согласитесь, как это опять продумано, да? То есть те, кто будут подавлять вот эти волнения, да, их это как бы вроде не касается, они не в их шкуре. Ну, естественно, конечно. Почему-то мне кажется, что за последние там нацать лет привычка терпеть. А вы понимаете, Россия такая страна. Вот это самая главная ошибка любой правящей элиты в России. Не забывают одну вещь. За прошлый век русский народ дважды уничтожил государство, которое он перестал любить. Вот он перестал любить Николаевскую Россию, он ее уничтожил. Все эти рассказы там, что большевики сделали или еврейки, это все ерунда. Если бы народ хотя бы морально и физически их не поддержал, ничего бы у них не получилось. А правящая элита, что Николаевская, что советская, что нынешняя, этого почему-то не понимает. Она думает, что если народ молчит, он как бы уже все, этот скорее труп, он не труп. Что его все устраивает, да? Что его все устраивает. А потом в какой-то момент происходит взрыв. У нас, к сожалению, так происходит в истории. Ну, надеюсь, сейчас наш разговор, пусть никто не воспринимает, как призыв к перевороту. Мы просто проводим некие исторические параллели и призываем к благоразумию. Потому что есть образцы, даже за прошлый век это дважды уже произошло. Сегодня и сейчас меня интересует, почему, как вам кажется, опять как у политолога спрашиваю, Жириновский сейчас хочет размежевание, новое размежевание Кавказа. Шесть республик и два территориальных образования с двумя столицами. Что это? Наша правящая элита не раз уже заявляла, что идеал России, как бы они себе идеализируют, да? Это Россия, вот это имперская, царская Россия. В царской России не было национальных субъектов федерации, да? То есть, они сейчас к этому и стремятся. То есть, уничтожить все национальные республики. То есть, чтобы республики не образовались по национальному признаку, да? Плюс, конечно, уничтожение национальной идентичности. Вся эта атака на национальные языки, на эту национальную культуру, фактически вот это уничтожение. Они хотят, как бы, сделать единую нацию россиянин, чтобы мы все, как бы, из Астин, там, чеченцев, ингушей, не знаю, русских, калмыков превратились все в россиян. Причем, это мой удар не только там по малым народам идет, но это и по основному народу, по русскому тоже идет. Потому что точно так же будет унифицироваться и его культура, да? И вот они хотят это дело уничтожить, сделать вот такой некий плавильный котел. Ну, как бы, они хотят. Получится это или не получится, другой вопрос. И в этой связи, конечно, они вот видят, что на Кавказе не должно быть кавказских республик. Потому что местные элиты, это сепаратизм, это еще что-то там, они боятся. Они помнят развал Советского Союза, который начался с национальных именно окраин, да, там, Азербайджан, Армения, Грузия. Мы же все помним, да, как это все начиналось. Они за образец взяли имперскую Россию. Понимаете? Но они одну вещь не учитывают. Как люди, которые хотят восстановить СССР, и те, которые восстановить Российскую империю, они не забыли ни одно. Российская империя исчезла. То есть внутри нее были уже какие-то такие повреждения социальные, которые вопросы царь не смог решить. И эта социальная ткань взорвалась, порвалась. И вот они сейчас пытаются это все воссоздать. Но как это можно воссоздать без монархии? Окей, хотите сделать монархию. А кого вы хотите назначить монархом? Ну кого? Выбрать его или назначить? Привезти сюда Романовых? А прямых потомков не осталось. Почему они уничтожили тогда всю семью? На Ленина сваливают. Ну, неважно кто. Вся семья была уничтожена. Не потому что они такие звери, а потому что они не хотели реставрации монархии, и отрубали все возможные пути к ней. Потому что если бы остался хоть кто-то из потомков, была бы возможность реставрации были бы прямые потомки николая никого не осталось соответственно кто должен быть царем это первый вопрос актуальный который просто разорвет страну а какой-то там уже александр но ты уже александр уже будет лже поэтому одни будут за другие будут против и начнется колоссальная гражданская война а как монархия без этого почему вот например сейчас церковь становится официальным идеологическим институтом нашей стране в церкви армию там водят везде силовые структуры потому что то же самое что было в царской россии они воссоздают царскую россию то есть официальная идеология виде вот рпц есть как бы вот эти все институты по образцу монархии выстраиваемые создается эта элита до аристократия так называемая новая феодализм то есть мы фактически нам говорят в россии стоит капитализм в россии строит неофеодализм то есть мы по лестнице вот как шла россия по историческому пути вверх да то есть феодализм капитализм социализм мы теперь движемся назад со всеми остановками то есть капитализм уже проскочили мы идем феодализм будут феодалы которому дается территория на княжение. И не важно, что там происходит на территории. Главное, чтобы было тихо и делаешь, что хочешь. Мы все-таки к персоне политика Жириновского неоднозначно относимся. Может быть, опять это очередной его хайп какой-то? То нас отделить хочет... Жанна, Владимир Вольфович умнейший человек. Он доходится дольше в политике, чем, наверное, Путин и все путинское окружение. Вы еще помните, он в конце 80-х годов появился. Это умнейший образованный человек. Если вы обратите внимание на его прогнозы, он обычно за 7, за 8, за 5 лет дает прогнозы, которые потом начинают сбываться. И по Украине, и по Крыму. Когда есть некий план, озвучить его должен вот такой человек, эксцентричный. Он как бы в виде шутки его озвучивает. Я к этому, вы меня с языка сняли. То есть окна овертона. Полушутя полусерьезно? Полушутя полусерьезно, но уже мысль упала. Вы понимаете, что это уже все есть. Проходит 3, 4, 5, 6 лет, и все становится, как говорил Жириновский. Обратите внимание на его старые прогнозы. Посмотрите выступление 2000-х годов. Как это все сбылось потом. Это умнейший человек, нельзя его недооценивать. Даже Владимир Владимирович о чем нам говорил? Что вот Ленин подложил бомбу под Россию, нарезав Россию, вот эти национальные округа. Что он типа бомбу подложил, вот Россия может взорваться. Ленин подложил. Но Ленин не подложил бомбу. Ленин что сделал? Ленин умный политик. И он понимал, на несколько шагов, может десятилетия и столетия вперед размышлял. И они делали все для того, чтобы не могло быть реставрации монархии. И соответственно они понимали, чтобы этого реставрации не было, она же что была? Это была русская империя. Она же не была там, говорили, российская. Это была русская. Плюс периферия из разных туземных народов, как нас называли. Ленин сказал, что давайте эти все народы тоже, как сказать, поднимем на один культурный уровень, образовательный и все прочее. И тогда эти сами народы не дадут восстановиться монархии. Потому что они не захотят обратно идти в какой-то там иго. В Кабалу. Да, в Кабалу опять. И поэтому они стали экстренно их развивать. Очень быстро. За короткий промежуток времени все эти народы быстро были подняты, модернизированы. Алан, связано ли вот это выступление Жириновского и те события, которые сегодня и сейчас сходят на Кавказе? Они напрямую все связаны. Это все часть единого процесса. Вот часть единого процесса. Вот это вот есть государство. У нас пытаются сейчас выстроить модель по образцу Российской империи. В Российской империи не было национальных вот этих вот образований. Соответственно, национальное образование нужно уничтожить. А как их можно уничтожить без какого-то серьезного конфликта. Хорошо, почему-то не в Татарстане происходит. В Татарстане опасно. В Татарстане очень много. Их физически очень много. Сейчас попадут на... И Татарстан находится в центре России. Если восстанет Татарстан и Башкирия, вот эти две республики, они расколят Россию пополам. И все нефтепроводы и газопроводы, которые из Сибири в Европу идут, они все будут отрезаны от центральной части России. Для чего это все делается? Нами так сложно стало управлять? Или что? Во-первых, пошла борьба за постпутинскую Россию. То есть все понимают, что это физически уже последний срок Владимира Владимировича. Но и по возрасту, и по конституции. То есть второй. Как минимум, он кому-то, даже если вот такой финт ушами сделают, как с Медведевым, он все равно кого-то будет оставлять. То есть борьба уже идет. А кто будет этим наследником? Потому что сейчас Владимир Владимирович за счет личного авторитета, личных связей, он это все дело, все эти разные группировки, как-то баланс держит. А будет другой человек, из какой он группировки должен быть. Соответственно, если он придет из военных, он будет подавлять там... Даже силовые структуры также созданы. Создана Росгвардия, ФСБ, и вот армия, например. Это же разные силовые структуры, представляющие совершенно разные идеологические течения. И они столкнутся между собой. Вот обращение золотого к Навальному, знаменитое. Все думают, вот что такое? Кто такой Золотов, командующий, да, генерал армии, командующий Росгвардией, к какому-то там непонятному оппозиционеру обратился. А если посмотреть под другим углом, что он обратился, например, к непонятному оппозиционеру, а к тому, кто стоит за этим оппозиционером, товарищам в погонах, то есть здесь все более глобально получается, да? Хорошо, опять вернемся на Кавказ. Борьба элит идет. И вот на Кавказе это одно, как сказать, одно из полей, где это вот столкновение элит происходит. Есть разные интересы. А зачем мы им? А потому что мы южная граница. Это физически так получилось. Лучшие границы это реки и горы. Понимаете, вот до тех пор, пока Кавказ, вот это все южное подбрюще, российское, ну, русское, там, не знаю, российское, до тех пор большие армии с юга вторнуться здесь не могут. Потому что перегнать большую армию, например, с Турции, не знаю, с Персии, это очень сложно. Да, через горы, как бы, ну. Дориальский проход, единственный проход есть. Хорошо, но какая разница, как мы поделены? Тогда тот же опять Кавказ. А вопрос в управляемости. Понимаете, как управлять? Они считают, что проще управлять не национальными, вот такими вот, понимаете? Большими республиками. Да. У народов, проживающих на Кавказе, пассионарность выше среднего, так скажем. Ну да, откровенно говорят, да. Откровенно говорят, да. Когда им даешь еще какие-то возможности, какие-то там образования, да, какое-то хорошее более-менее, или еще что-то, они начинают очень активно занимать ниши не только на Кавказе, а и вообще в Российской Федерации везде, во всех сферах деятельности. И, соответственно, это еще и тоже своего рода конкурентная борьба. Мы сценария практически не знаем. Мы не знаем сценарий, но мы можем просто предполагать, как бы мы поступали бы на их месте. Стратег хороший, да? Стратег хороший. Вот вы видите страну, одна шестая часть суши, самое большое количество запасов пресной воды, что в 21 веке будет очень важным, да? Уже сейчас вода стоит дороже, чем бензин. Если, да, посмотрите, минералка, сколько стоит бутылка минеральной воды, да, там, и сколько стоит литр бензина. Минералка уже дороже стоит. Плюс запаса полезных ископаемых. И все это на такой огромной территории, где живет очень маленькое количество населения. Естественно, наши соседи, там, разные, европейские, китайские, американские и прочие, они хотят эту территорию распилить, разделить для себя. И вот, а как ее разделить? У государства есть ядерное оружие. Причем такое, что там планету целую уничтожить хватит. Поэтому нужно сделать, чтобы она взорвалась изнутри. И вот была принята стратегия этих малых конфликтов. То есть им нужно сделать пожар по периметру всех границ наших. То есть вот, да, вот там на Украине, вот сейчас в Донецке, там напряженность идет, там где-то в Сирии мы влезли, в Грузии. То есть у нас везде сейчас пожары по границам будут. Средняя Азия сейчас начнет полыхать. А потом последний взрыв будет внутри страны. То есть ничем не брезгует, так, откровенно скажем. Ну, конечно, на войне все способы хороши. Да, Алан, я так, прошу прощения, можем оказаться на пороге грандиозного шухера, так получается? А мы на его пороге стоим. И, к сожалению, у нас линия фронта, одного из фронтов будет пролегать на Кавказе. Ну, так всегда было. Когда вот такие вещи происходят, это же крупный проект. И им нужен тут, как ты говоришь, крупный хипиш. Для того, что они знают проблемы, которые здесь существуют. Им нужно надавить на эти болевые точки. Любые провокации, они могут сработать. Вы понимаете, слабость всегда провоцирует. Вот никому не приходит в голову пойти забрать что-нибудь, Рамзан Ахмадович. А почему? Потому что я боюсь. Правильно. До тех пор слабость всегда провоцирует к нападению. Им нужно дорога в Грузию. Он хочет торговые пути все контролировать. Сейчас они строят дорогу, взяли же триллион, 200 миллиардов на дорогу из Грозного в Краснодар, Скоростную. Кадыров. Да. И Рамзан забирает полностью торговые пути эти все. И для этого нужен Сужинский район. И тогда Осетия теряет еще и одну привилегию свою. То, что у нас тут таможня, дорога. Нам дают привилегию строить рестораны возле этой дороги и зарабатывать на этом. Нашу правящую элиту не воспринимают, не то, что всерьез, ее даже в расчет не берут. В подобных планах всех. Алан, я все-таки хочу. Вот эти смс-призывы, которые, например, приглашали, неизвестно каких страниц, номеров и так далее, в WhatsApp мне приходили, и всем, по-моему, жителям сегодня пойти на митинг, что у нас кто-то что собирает. Как вот не поддаться на эту провокацию? Потому что хорошего из этого ничего не получится. Я понимаю, Жанна, но для того, чтобы здесь вопрос не впадаться на провокацию, вопрос там, как решить эту проблему. Как решить? Проблема-то не снимается тем, что хорошо, вот вы сегодня не пришли на митинг, мы молодцы, все не пришли, не поддались на провокацию. Проблема не решена. 11-я статья в Конституции Ингушетии есть. Незаконная застройка земель Северной Осетии ингушами этническими есть, уже там 2 или 3 сотен домов построены. Это же есть, это же факт, он же есть, есть. Эти вопросы нужно решать. Вот это надо ввести работу с Москвой как-то. Но опять же, я вам говорю, с вами договариваются, когда вы сильные. Когда вы слабые, вам просто говорят, будете делать вот так, и все. Ну, понимаете, у Астин до сих пор существует мнение, что они являются форпостом на Кавказе. А мне кажется, форпостом уже находится в Грозном. Даже с точки зрения экономической. То есть даже эту позицию мы потеряли? Мы ее потеряли, я думаю, уже не вчера даже. Призовите к нашему разуму, или тут это все бесполезно сейчас? Ну опять же, вы понимаете, будет как будет, или что? Я понимаю, ну хорошо, вот призвать к разуму, что вы предлагаете? Ну давайте, призвать, уходите, чтобы не было войны, а просто отдайте то, что вас просят. Ну да, они же не хотят не просто там, чай земель там в Майском или в Дачном. Они хотят весь пригородный район и половину Владикавказа уже. Я же читаю их сайты. Слабо всегда провоцирует, понимаешь? Что надо делать, Алан? Становиться сильными. Другого варианта нет. Как? Ну, это все очень сложно. Сложно? Политическая воля нужна, понимаете? Ну все решаемо. Я считаю, что актуальная, нынешне существующая политическая элита, наша правящая, она этого не сделает. Потому что им это? Потому что они даже не понимают масштаба проблемы. Во-вторых, у них нет соответствующего опыта. Потому что опыт Рамзана Ахмадовича и опыт Вячеслава Ахмадовича... И в-третьих, самое главное, ему некому даже подсказать. Да. Но нет команды. Вот это бедствие, конечно. А как говорил один мой знакомый, русский парень, вы знаете, вот ваш Бог слышит ваши молитвы. Я говорю, с чего ты взял? Вот вы же постоянно что молитесь? Баркат, баркат, и лишь бы не было войны. Вот баркат, баркат, и лишь бы не было войны. Вот вам баркат. Один директор пивзавода у вас президент, другой директор пивзавода у вас мэр города. Пироги на каждом углу и нету войны. Вы же не за победу молитесь, вы же лишь бы войны не было. Вот вас, говорит, слышат 100% постоянно. Был суд, на всех заседаниях были, да? Ну не на всех, мы были, ну на нескольких были. Сейчас имеется в виду суд на Долбеговым. Исланово. Да. Можно опять спросить, есть тут политика? Что-то там скрыто в этой проблеме? Там проблема очень на самом деле серьезная. В чем она заключается? Эти ребята служили на четвертой базе, которая находится в Южной Осетии. Это российская база, которая там появилась после войны. Из-за чего произошел у них конфликт с офицерами? Офицеры там на этой базе, с показания вот этих ребят, свидетелей. Свидетелей. И вообще там много у меня друзей на этой базе служат. Они забирают у них зарплаты. Скажут, зарплаты по 5-10 тысяч рублей. То есть, грубо говоря, ты командир роты, у тебя 100 человек починяют. По 5-7, я слышал. Ну 5-7, 10, там по-разному, да? То есть там уже как договоришься, ну неважно, хорошо, даже пусть по 5 тысяч. Они забирают с каждой зарплаты 100 человек, у тебя 500 тысяч дополнительная зарплата идет. И это вот такая ситуация происходит. Платить хотят не все. И, соответственно, из-за этого начинаются конфликты. За прошлый год, говорит, посадили то ли 17, то ли 18 человек по аналогичной же схеме. То есть офицер тебе говорит, плати. Ты говоришь, не буду. Он начинает тебя провоцировать на какой-то конфликт. Ты там, люди горячие, сами мы понимаем, либо там ударит, либо махнет, либо что-то получается. Они пишут заявление в прокуратуру на поделенный офицер, и вот статья, и человек поехал. Остальные случаи, они как-то не обнародовались? Они не обнародовались. Здесь просто в это дело вмешался там Тезиев такой Олег, мой знакомый. И как-то он в один прекрасный день, в фейсбуке же он шумиху большой поднял, он звонит мне, говорит, можешь прийти там поприсутствовать. Я даже не знал вообще, о чем идет речь. То есть, ну, говорит, приди на суд, поддержать надо, как у нас в Осетии. Ну, я пришел на суд, я помню, сел там часов в 10 утра, начался суд, и все это слушаю, слушаю, я понимаю. Я, честно говоря, думал, что они реально избили офицера. То есть, они думал, там, какие-то плохие ребята избили офицера, но чтобы им как бы меньше дали, там, как-то вот за это мы переживаем. А когда я узнал эту ситуацию изнутри, поговорил с ребятами, позвонил на эту четвертую базу, они говорят, да, вот они мне рассказали, что там есть. Я понял, что там происходит. Но, понимаете, помимо того, что там эти офицеры зарабатывают деньги, и это внутри там конфликт, там начинается большой конфликт между военными и нашими братьями-остинами, живущими в Южной Осетии. Как бы, там же народ-то тоже горячий, они же это тоже дело знают. Но этим, так скажем, смежникам наших военных, говорю, вы понимаете, к чему это может привести? Что они начнут, что этих офицеров для начала бить, а потом, не дай бог, убьют кого-то, еще что-то. И вы там получите конфликт внутри вашей военной базы. Межнациональный. Межнациональный, в чистом виде. Ну, вот так вот в эту тему пошла раскачка. Поэтому мы решили в этом деле поучаствовать. То есть, мы планировали там, как бы, этот шум поднять, потому что ребятам приговор уже был готов. Одному там пять лет должны были дать, другому там сколько-то, ну, реальных сроков. Поднялась шумиха, и как бы сначала эта вся судебная машина начала притормаживать. Там показания среди деятелей начали меняться. То есть, там, ну, это видно было, что это не суд, а вообще судилище, а фейк какой-то, понимаете? Офицеры там отказывались от своих показаний. Ну, там очень странное судебное заседание было. Это некое действо было. Это некое действо было. И при этом все предполагали, что, да, там, в качестве, там, чтобы ни нашим, ни вашим, ребят подчистую не отпустят, а дадут условные сроки, и как бы, ну, и все, и забудут за эту историю. Но не тут-то было. Но не тут-то было. Им дали реальные сроки одному, как бы, вот он сейчас в тюрьме сидит, другому колонии поселения. То есть, и причем прокурор запросил условный срок. Прокурор запросил условный срок, а судья дал реальный. Ну, я думаю, что вот с точки зрения этих офицеров, которые это делали, это просто банальная жадность, там, просто банальный бизнес, способ зарабатывания денег. Но с точки зрения тех, кто стоит над ними, уже старших офицеров, они должны понимать, к чему это все приведет. И почему это дело не пресекают жестоким, ну, каким-то жестким образом. И почему это вот, они всегда на самотек пускают. Это непонятно. Не секрет, что такое же отношение и в российской армии, к тем надсменам, которые там служат. Ну, это вот опять еще раз говорю, вот это то, что мы выше говорили с тобой, попытки построения русского национального государства на территории России. Я считаю, что они будут провальны, я считаю, что не получится. Почему? Потому что, ну... Ну, не буду говорить, что всегда те, кого судят или наказаны, всегда правы. Будем откровенны, что не всегда правильно и мы себя ведем. Это тоже имеет место быть. Ну, и господин Чельди, как вам кажется, он правда революционер? Или это он просто таким, прошу прощения за терминологию, Макаром хочет словить... Хайп, вы имеете в виду? Ну, да, современным языком. Ну, тяжело сказать. Но на революционера он не тянет, потому что никаких трудов революционных в его исполнении не видел. Но он персонаном грата или как? Нет, он высказывает свою точку зрения. Причем, скорее всего, это даже не его точка зрения, а как бы, ну, накипело у населения. Вы понимаете, вот, недавно тоже по поводу Чельдиева имел разговор, да, с одними товарищами в компетентных органах. Они говорят, ну вот, почему вот он так говорит. Он на самом деле, сначала же он говорил, что давайте станем рядом с главой, там, туда-сюда. Там ему обещали какую-то должность. Но они что-то не сторговались. С нашим руководством они не сторговались. К консенсусу не пришли. Не пришли к консенсусу, да, там, в должности, либо в чем-то еще. И потом, после этого, как бы, Чельдиев ушел в оппозицию и стал вот заниматься тем, чем он занимается. И вот он начал говорить то, что он говорит. Ну, а то, что он такого сверхъестественного говорит. Почему такая реакция на него? Вот что я хочу выяснить. Вот это самое интересное. Дело не в том, что он говорит, а дело в реакции. Ну, говорит человек себе что-то в своем частном инстаграме, в своем частном фейсбуке. Я много что-то говорил. Не первый, не он последний. Там все что-то говорят, но почему-то вот начали, из него начали раздувать некого какого-то... Национального героя, я бы сказала. Национального героя, да, местного Чельдиева. Потому что он озвучивает мнение народа, чаяния народа. Что это? Вот это вот как в истории с Золотовым и Навальным. Вот с одной стороны, да, там, борьба ведомств у них идет, Росгвардии, ФСБ. А с другой-то стороны, вы понимаете, что там происходит. Вот он, когда командующий Росгвардией выступил так вот против Навального в таком формате, он поднял этого Навального на свой уровень. То есть он сделал из этого Навального федерального политика. Понимаете? То есть, может быть, Чельдиев сам не ожидал, что так получится, да? Конечно, он не ожидал. Я считаю, что кто-то ему подыгрывает. Это, конечно, мое субъективное мнение, так скажем, мое предположение. Но вот смотрите, вот есть Чельдиев. Вот музыкант, хороший парень, да, ну для всех... Для кого-то хороший, для кого-то плохой, ну парень, предположим, который делает некие заявления в Инстаграме. Я там на него не подписан, но периодически мне по WhatsApp их присылают. Ну говорит и говорит, много что говорит, что много что пишет. И тут придет выступление, там, глава партии «Единая Россия» Артабаев, там, Александр Хугатин, депутат, там еще какие-то депутаты, Амурхан Кусов. То есть большое количество общественников и официальных лиц, в том числе, начинают делать прямые какие-то заявления. А это что, на варе шапка горит? Что это такое? А вот что это такое? Вот я их спрашиваю, а что это такое? Я общался с товарищем, по чьей идее было вот это выступление. Я говорю, а в чем был смысл? Нет, ну вот мы хотели показать, что есть и другая молодежь. Я говорю, понимаете, Артабаев, это не просто молодежь, это глава правящей партии в республике. Глава фракции, правящей партии. Вы что делаете? Это уже политика. Это уже политика в чистом виде. И вы таким образом сказали, что вес одного Чельдиева равен весу всех этих людей. Вы подняли их на одну ступень. Понимаете? Чельдиева одного. И весь этот коллектив политических деятелей. Они его подняли просто невиданную высоту. Вот с этого момента стал он народным трибурой. Он, может быть, даже этого и не хотел, я так полагаю. Я думаю, что он даже не предполагал такого счастья. Я думаю, когда он это видел первый раз в Фейсбуке, он просто, наверное, от счастья обомлел. Когда увидел, что с ним сделали просто вот так за пять минут. И сейчас пошла травля Чельдиева. Опять же, начинают всякие официальные листы рассказывать, какой Вадим плохой. Но чем больше они его рассказывают, что он плохой, тем сильнее они поднимают его рейтинг в глазах народа. Они сделали из него народного трибуна. Чельдиева. Своими собственными силами. Тут либо в окружении главы вообще нет людей, которые что-то вообще разбираются в политике, что-то вообще понимают. Либо его просто тупо подставляют. Вот с чего там больше, я не знаю. А успех у народа он почему имеет? А успех, потому что протестные настроения колоссальные. Протестные настроения огромные в обществе. С этими протестными настроениями нужно уметь работать. Либо они взорвутся. Это как, знаете, кастрюля, которая кипит-кипит. Но ты эту крышку придавливаешь. Точка невозврата. Она рванет в какой-то момент. Она в любом случае рванет, потому что протестные настроения нарастают. А вы если с этой энергией работать не умеете, а вот я, как я понимаю, по этой операции, а завтра таких, как Чельди, будет 10 человек. И что тогда дальше? Начну я выступать, не знаю, Фарниев начнет выступать, там Алик Пухаев, там Сагеева, там видеоформат выйдет. Ты там начнешь. И что тогда они будут делать? Против каждого собирать вот такую коалицию? Ну это же будет смешно. Или оптом будут нас троллить. Ну что будет происходить? Это же, это, как сказать, так это не делается. Вот так делается, когда человека хотят поднять. Вот то же самое, как с Навальным. Подыгрывают ему, понимаете, делая из него народного трибуна и мученика. Это под что делается? Под демонтаж государства, когда начнут эти процессы. Эти люди должны будут уже выводить толпу за собой. Они даже этого не понимают на сегодняшний день. Есть такая книжка Джина Шарпа о диктатуре демократии. Советую всем этим нашим околополитикам почитать, кто ее не читал. И вот там написано, один из пунктов, там идет процедура и обязательно идет сакральная жертва. Вот на Майдане как было? Был Майдан, колготился, 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 а потом бац, армянина одного убили. И с этого момента все резко радикализируется. Поменялось. И вот этих сакральную жертву эту взращивают. Понимаете? На сегодняшний день на роль сакральной жертвы идеально подходят два человека. Один из тех, которого судили, и один, который сейчас в тюрьме сидит, и один, и Вадим Чельдиев. Понимаете? Вот из него делают народного трибуна, а потом вдруг что-то случается с этим Вадимом Чельдиевым. Вдруг его посадили за наркотики, как вот сейчас там говорят. Вот он там что-то, там чего-то, давай его посадим. Я этим товарищам говорю, как только вы его посадите, полгода у вас будут митинги под тюрьмой, а через полгода его туда на руках вынесут и занесут в администрацию главой. Вот чем это закончится. Я говорю, кто это делает, объясните мне. Позвонить руководителю диаспоры азербайджанской и попросить там выступить. Ну я тебе о чем говорю, Жанна. Штернахаш поднять там. Это что? Это же глупости. Жанна, вот скажи мне, вот почему-то у нас все люди думают, что каждый может заниматься политикой. Ну каждый может заниматься. Вот руководителю. Что тут сложного? Да любой таксист может. Любой таксист может, да. Я таких людей спрашиваю. Хорошо, любой таксист, нет проблем. А таксист может руководить 58-й армией, например? Вот есть 58-я армия, здесь ее штаб. Ты можешь таксист ее командовать. Но какая разница? А тут 700 тысяч человек ты им управишь. Какая разница? Без военного училища, без военного... Иди, управляй танками этими, самолетами, пехотой. Нет у нас политиков в руководстве. Почему ты говоришь, что предыдущий вопрос у тебя был, а можем ли мы из этой ситуации выйти? Я говорю, не можем, потому что нет людей, которые там могут вырулить. Тут идет процессы глобальные. Понимаете, передел мира идет. И что в этом переделе мира? Кавказ это просто одна из точек, где нужно создать напряжение в России. А как это делается технологией? Она технология описана по всему миру, обкатана эта технология. Но они не знают даже. Я тебе больше чем уверяю, никто из них не читал этого Джина Шарпа даже несчастного. Такая маленькая брошюра. Но они считают себя политическими деятелями. Тут думаю, как они глобальные проблемы будут решать. Какие глобальные проблемы? Они вообще пустяковые не могут решить. Вот сейчас Чельдиу накручивают. И я спрашиваю этих людей, кто придумал накручивать ему рейтинг. Ну кто мог выгнать главу вот этого Артабаева? Это же он чиновник, высокопоставленный, да. Саша Хугатя, тоже своеобразный парень, депутат. Он говорит, чем революционеры отличаются от баламутов. Баламут просто обозначает проблему. А революционеры, если ты революционеры, они пути решения ее предлагают. Ну хорошо, что ты предлагаешь? Ну вот да, предположим, ну все, ты прав. Давай, ставим тебя главой республики. Дальше что ты делаешь? То есть люди, которые говорят языком проблемы. Это проще всего. Ты знаешь все проблемы, которые есть в республике. Ты будешь расходить и на этом себе баллы зарабатывать политически. А ты решения можешь предложить? Требований много. По поводу Штернахаша я вот хочу тоже одну вещь сказать. В этом смысле я во многом согласен с Чельдиевым. Что у нас сам институт Штернахаша, это не Штернахаш. То есть свою функцию он не выполняет. Вот понимаете, в нашем языке почему-то слово старый и слово старший, оно стало синонимами. А это не одно и то же. Если человек был негодяем всю свою жизнь, всю свою молодость и зрелость, то в старости он не становится порядочным уважаемым старшим, он становится старым негодяем. А то же самое и старшим человек. Человек старше, это уважаемый человек. Он может и в 30 лет, и в 40 лет, и в 50 быть уважаемым. Он заслужил это, да, чем-то на войне, там, или еще как-то показал себя. И люди относятся к нему с уважением. Давай назовем это, вот есть русское слово, хороший авторитет. Это должны быть авторитетные люди. Понимаешь? И вот Штернахаш, это было сборище авторитетных людей. То есть пришли такие люди, они поговорили о чем-то. Вот, например, в Афганистане это совет полевых командиров, Шура. Вот собрались они, товарищи, говорят, да, вот они приняли решение. Как только они его принимают, это решение исполняется везде. Там, где этот человек живет. Вот есть авторитет вологии. Вот он приехал, сказал, ребят, с сегодняшнего дня в этом городе страйки, вот эти напитки продавать не будут. Если вы мой авторитет поставите, нет, не я так решил, так решил НХАШ. А вы же делегировали мне право принятия решений. Потому что я же для вас авторитет, вы меня уважаете, говорите, да. Я пришел, скажем, такое решение приняли. А если вот он не принял, значит он не какой-то мне авторитет. Правительство, это вещь от нас независящая. Главу нам назначают, членов правительства, это все Москва назначает. А Штернахаш, это на самом деле продукт народной демократии. Мог бы быть, если бы это был полноценный Штернахаш, тот, о котором он должен быть, что мы сейчас с тобой говорили, да, сборище авторитетных людей. То есть это должны быть безусловные личности? Безусловные авторитеты, конечно. Это безусловные авторитеты, личности, естественно. Они могут быть из разных сфер деятельности. Не обязательно это должны быть старики, это может быть человек 40 лет, да. Но он безусловно пользуется авторитетом, не знаю, где-то на БАМе. Вот он безусловный авторитетом. И что бы он ни сказал, так и сделают. В средние века это был совет полевых командиров. Что греха таить, у нас было такое военное общество. И там были вот люди, вот ты командир полка, за тобой полк, тысяча человек. Ты приходишь, ты тоже командир полка. Мы с тобой миновар, равные мне, да. А генерал, он уже старший у нас считается. Потому что за ним стоит несколько полков. А почему? Потому что мы его выбрали. Он более лучше разбирается в военном деле. Мы ему доверяем свою жизнь на поле боя. Этим авторитет раньше зарабатывался. Доверю этому человеку жизнь свою на поле боя, я не доверю. А сейчас это просто стало, ну вот как, ну как сказать, филиал, там, не знаю, дома пенсионеров. Как тогда вот эти болевые точки умеет нащупывать Вадим-то? То есть он знает, вот правительство слабое, Штарнахаш слабый. Но ты не знаешь этих точек, ты их знаешь, и я их все знаю, эти точки. Но кто говорит, что Штарнахаш не пользуется уважением? Вот с любым поговорим, скажете, скажут, да, кто там такие собрались пенсионеры? Ну просто он стал публичным человеком и врать это все там в Инстаграме, в Фейсбуке. Он же не говорит там от лица всего народа, он говорит от своего собственного лица, или от лица там своих друзей, имеет полное на это право. А почему из него сделали политическую фигуру? Вот это другой вопрос. Почему-то они вот так коллективно не начали бороться со мной или с тобой. Ты тоже довольно резко высказываешься порой. Тебя почему не стали поднимать на такой уровень, понимаешь, что ты такой у нас Че Гевара? Тот против него выступил. И каждый, кто выступает против него, автоматически увеличивает его социальный багаж. То есть рейтинг, так скажем. Конечно. Рейтинг очень быстро идет в гору. Ну, Алан, я всегда за мирное решение. Всегда можно сесть и поговорить, и договориться. Я только за мир, и внутри Осетии, и за пределами. Как сказал твой знакомый русский, чтобы был баркад и мир, больше в нам, как и нелюбовости, мне не надо. Как говорят китайские философы, мир это пауза между двумя войнами, понимаешь? О, маус и пауза, дархватин вот. Мудрое, умное, сильное правительство. Очень хочу. Хочу, чтобы проблемы решались, они есть. Умное, сильное правительство не нужно, то есть оно нужно, может быть, населению, но население никак не влияет на формирование правительства. А всем остальным, окружающим нас, республикам, главам регионов, здесь не нужно сильное правительство. Каким-то другим лидерам соседних республик не нужен здесь сильный лидер. О, я пока что, дарунку, торжой авто, я пока что. Да, никому тут не нужен сильный лидер, ну кроме народа. Но народ никак не влияет на кадровую политику. Поэтому разрыв между руководством и населением увеличивается эта пропасть. В тот момент, когда она увеличится, тогда уже плевать будет на эти смс-ки. И всяких смс-ок... Конечно, сау-бах ежет. Пожна где на лан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова